Вопрос. А какие могут быть внутренние признаки ослабления власти в РФ? Например, активизация местных властей, элит и властей сегодня. Следующий вопрос. Выступление генерала Попова, разве это не признак ослабления власти? Ну, то, о чем мы говорили там, да? Конечно. Какой там, я не помню, 58-й армией командовал или я уже забыл. Вот. И, ну, собственно говоря, не переоцениваете ли вы вот эту смуту, которая зреет на оригинальном уровне в условиях, когда распадается вертикаль власти, где Путин выступал вот этой вот скрепой там, да? Да, я понял, да. Признаки все перед нами. Мы это видим. Пригожинский мятеж – это самый яркий признак кризиса верхов. Выступление генерала Попова, Попова, что ли, он, Иван, командующий 58-й армией, которая сейчас гнется и трещит на Запорожском фронте. Второй признак – то, что все эти разговоры, которые мы слышали, и как они клянут Путина, и как думают, как сбежать, причем миллиардеры, лидеры, все одинаково думают. Третий признак – то, как саботируются указы Путина, и приказы его, в том числе, переходить в наступление. Военные уже давно на него рукой махнули. В общем, признаков-то много. Вот кризис верхов, он очевиден. То, что вводятся все более страшные законы. Почему? Потому что по-старому не получается держать народ в узде. Управлять по-старому нельзя. Налогов не хватает. Давай, значит, девальвировать рубль, пускай народ платит за войну. Признаков самого кризиса очень много. Кризиса верхов. Другое дело, что мы пока не видим революционной ситуации. Народ безмолвствует. Но, тем не менее, кризис верхов хорошо документируется. А вот насчет того, как это все, не переоцениваю ли я, как это все будет происходить в регионах, но достаточно вспомнить, как это было в СССР. Вертикаль мощнейшая, не чета нынешней российской. И ФСБ, и КГБ тогда было, и армия, и ракеты, и партия. И все это в три дня слиняло. И как только начался развал в центре, то все местные власти, все губернаторы, особенно национальные, спасая себя, прежде всего, тут же объявили о поддержке перемен, новой власти, о том, что надо к независимости идти. Вот тот же Дудаев сразу провозгласил независимость в Чечне. В Татарстане начали им суверенитет брать. Не потому, что они на самом деле против режима, против Путина, против Российской империи. Это недоношенные, которые сейчас мы видим. Исключительно в собственных интересах. В Татарстане, в Башкирии, на Кавказе местные элиты составили кланы, которые плотно взяли всю собственность под контроль. У них везде свои люди, силовики местные, тоже их. Прокуроров московских, заезжих, они в два дня окружат и ликвидируют, что называется, как политические институты. Они будут отделяться от России прежде всего для того, чтобы спасти свою власть и не платить репараций. И вообще, вы знаете, ну как-то. Вот мы еще, мы новая свободная нация, нас русские угнетали, нам надо помогать. Нет, мы не будем платить, потому что мы бедные, а вы нам помогите. Вот это же будет логика. И она настолько будет привлекательной для местных элит, что абсолютно независимо от того, что они сейчас все пропутинские, они также станут все антипутинские. Вот что касается самих русских губерний, там, конечно, вопрос, потому что нет ни идеологии, ни мысли самой о том, что зачем нам вообще это Москва. Но, возможно, они, эти мысли появятся, когда процесс пойдет, потому что те, кто знает, а я все-таки был региональным депутатом, там степень опутанности местных властей в финансовом плане колоссальная. Мы как-то сидели, подсчитывали, сколько областная дума может сама по себе вот собрались и решили, куда деньги девать. Три процента из стамиллиардного бюджета тогда Саратского, три процента. Все остальное, соглашение области с Министерством финансов Российской Федерации, это подлинная конституция любого региона, абсолютно колониальная. Негритянские колонии в Африке во времена колониализма больше свободой обладали, чем любой регион России. И они настолько опутаны, все эти местные власти, что когда у них появится шанс все это себе взять. Ну, чисто из шкурных интересов и из своих корыстных они это сделают. А то, что потом начнутся процессы далеко идущие изменения, рассыпания этой рушащейся империи, но они же про это сейчас не будут думать. Сейчас горизонт планирования очень короткий в России, несколько месяцев. День простоять, до ночи продержаться, поэтому крадут как не в себя. Поэтому Шойгу хвастается, что он там в 10 раз больше закупок снарядов произведено, но при этом снарядов нет на фронте. То есть они в 10 раз больше денег истратили, их благополучно распилили, снарядов нет. Вот это вот нынешнее состояние режима. Он может очень быстро рассыпаться с непредсказуемыми последствиями. Поэтому я делаю ставку здесь в пользу распада империи не потому, что мы сейчас видим подъем национально-освободительного движения, а потому, что это будет чисто феодальный распад, как при феодализме. Местные бароны, увидев слабость императора центрального, зачем нам ему подчиняться? Мы сами, мы все контролируем, у нас все хорошо, мы и без России проживем, да еще и помощь получим. Нам Америка поможет. И я думаю, это будет очень сильный аргумент. То есть смотрите, вот этот распад России, он возможен по принципу, скажем так, экономических кланов, которые контролируют члены и территории, а не по территориально-административному принципу, который существует на сегодняшний момент. Юрий, понимаешь, в России власть это собственность. Нет никакой отдельной от власти собственности. То есть она мелкая, есть какая-то, но это никому не интересно. Любая крупная собственность, если тебя не поддерживает власть, это ничто, отберут в два счета. Поэтому кто владеет властью, тот владеет собственностью. И поэтому все местные кланы в тех регионах, где им удалось за годы еще до Путина или в раннем Путине создать такие плотные мафиозные структуры, ну как в Татарстане, в Северном Кавказе, еще в других регионах, они абсолютно контролируют все, что там происходит, потому что у них все схвачено, что называется. Ну приезжают там какие-то московские взятки дадут, они уедут. Там, где этого нет, но это больше в русских, в нищих областях, типа Новгородской какой-нибудь, где вообще ничего нет, Тверская какая-нибудь область. Там, конечно, сложнее, там от центра зависимость больше, но когда тебе будут с ножом в горло поступать, главное, центр силен, пока он деньги дает. Как только начнутся заварушки в Кремле, никто не будет думать про деньги для регионов, все будут про себя думать. Регионы, оставшись без денег, вынуждены будут сами что-то делать. Это чисто феодальный распад, не революция, не освобождение. Феодальные кланы делят страну по зонам, которые они контролируют. Возможно, будет распад по национальному признаку в республиках, но в большей степени вот именно здесь вот группа, которая на Газпром опирается, тут лукоиловские, там еще какие-то, условно говоря, потому что крыша, главное, политическая, а не лукоил, не Газпром. Наоборот, лукоил и Газпром ходят под политиками. Вот так и будет делить страну и грабить ее, и воевать за верховную власть. Все, как было в раннем феодализме. Скорее всего, что-то подобное, но на современном этапе мы и увидим. Это довольно опасная сцена. Ну, это на самом деле тот фискальный кризис, который на фоне поражения в войне, либо противостояния в войне, приводит к тому, что начинается восстание массы, это как классика нас системного анализа учит. Собственно говоря, для этого создаются предпосылки, которые дальше способствуют тому, что Россия может войти в этот штопор, о котором вы говорите. Совершенно верно. Только движение масс будет потом, позже, не сейчас, не в момент, когда проиграет войну, и начнется этот финансовый кризис, и начнется этот развал верхов. А вот потом, да, когда массы почувствуют, что власти-то нету, что можно, о, что тут начнется. Все подавленное вылезет наружу. То еще вот этот русский бунт бессмысленно и беспощадный, он вполне может повториться. Это запуск.